Приветствую вас дорогие зрители! Сегодня рассмотрим 5 лучших карповых удилищ. В топ войдут как малобюджетные, так и среднебюджетные палки. Начинаем! 5 место. Kaido Big Fish Telecarp. Недорогое и функциональное карповое удилище для охоты на крупного карпа, тест которого варьируется в пределах 60-120 грамм. Недорогое обладает хорошим запасом прочности во многом благодаря своей массивности. Без оснастки его вес составляет внушительные 450 грамм. Впрочем, для длины 420 сантиметров это вполне нормально. Как отмечают пользователи, карповое удилище не слишком жалует легкие приманки, показывая посредственные результаты по части чувствительности. Адекватные реакции хлыста и бланка проявляются только на верхних границах теста. Поэтому рыболовы предпочитают использовать карповое удилище исключительно на тяжелых смостях для крупной рыбы. В остальном он весьма хорош, что подтверждается неплохими цифрами продаж на территории России. Цена данного удилища в районе 30 долларов. Четвертое место. Микада Саканаханта Карп. Удостоился места в рейтинге еще один весьма популярный представитель фидерных удилищ для ловли карпа, разработанный польской компанией Микада. В отличие от карпового удилища Кайда, эта палка больше ориентирована на эргономические показатели, что недвусмысленно отражается в его весовых параметрах. При практически идентичной прочности и слегка меньшей длине 3,9 метра вес данной модели составляет всего 270 грамм. Кроме того, радует и более широкий тест по приманкам, верхняя граница которого составляет 140 грамм. Согласно отзывам рыболовов, данное удилище является чуть ли не самым лучшим карповым удилищем в категории малобюджетных удилищ, сочетающие в себе и низкую стоимость, и хорошая техника эргономической характеристики, и высокое качество сборки. Объективных недостатков здесь нет, зато достоинств хоть отбавляй. Цена такой палки примерно 50 долларов. Третье место. Shimano Olivia DX Spaceman с тестом 13-350 грамм. Данное удилище не является топовой моделью от компании Shimano, однако опирается на технологии, используемые при создании элитных серий. Обладает быстрым строем, из-за чего показывает отличные результаты по дальности заброса. Состоит из двух штекерных секций, чем обеспечивает должную жесткость конструкции и фактически высокую нагрузочную способность бланка. По словам рыболовов, карповое удилище от Shimano способен работать в самых агрессивных тяжелых режимах, вытаскивая из глубины трофейного карпа весом до 15-20 кг. И пускай в последние годы на модель наблюдается устойчивый рост цены, технические характеристики продолжают удерживать спрос на стабильно высоком уровне. Такая палка вам обойдется чуть больше 100 долларов. Второе место. Diva Windcast WNCT. Карповое удилище от компании Diva является одним из самых передовых в линейке Windcast, даже несмотря на заведомо ослабленную конструкцию. Его основные достоинства исчерпывающие описываются четырьмя словами – тонкость, точность, быстрота и мощность. При длине в 390 см производителям удалось сдержать вес на уровне 390 грамм, в основном за счет применения нового высокопрочного углепластика. В свою очередь, быстрота обеспечивается характеристиками бланка, позволяющими совершать дальние забросы и обеспечивать безграничный контроль над приманкой. Что касается мощности Windcast, то данный параметр проявляет себя во время вываживания добычи. Несмотря на серьезный прогиб, удилище стабильно сопротивляется приложенной нагрузке, не доводя до пластических деформаций или изломов, выходя победителем из всех стычек с карповыми. Цена в районе 80 долларов. Любишь рыбалку и тратишь кучу денег на расходники? Резина от 5 центов. Джек-головки от 15 центов. Леска от 30 центов. И многое другое по отличным ценам. Ссылка в описании. И наконец лидер. Shimano Katana CX Spacement. Удилище от компании Shimano оказалось настолько удачной разработкой, что самые кратчайшие сроки завоевала популярность на мировой арене, став бестселлером на берегах Туманного Альбиона. Данное карповое удилище начало активное покорение отечественных рыболовов и, вопреки повышенным ценам, смог таки обзавестись рядом преданных фанатов. Классическая трехсекционка вышла немногим короче оппонентов по рейтингу – 366 см, но при этом прибавила в прочности за счет применения композитного материала XT-40. Бланк получился традиционно тонким и мощным, способным противостоять даже буйным агрессивным карпам. Единственным слабым местом данного удилища по отношению к конкурентам стал уровень стоимости. В то время как другие сражаются за первенство в рамках бюджетного сегмента, это карповое удилище сделало шаг вперед, немного выйдя за рамки релевантной цены. Но так или иначе, на сегодняшний день она считается самой лучшей в своей категории. Цена сегодняшнего лидера в пределах 120 долларов. На сегодня все. Обязательно оценивайте видео и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok